Разговор шел, и затоплять метро или нет. Вечерами стареньких детей в метро. Это время, вот, август, сентябрь, октябрь. Бомбили, каждый день были налеты. Рынок горел, разболел. Москву закрывали, Пятницкая рядом с Красной площадью ходили, смотрели. Вся площадь была закрыта, аэроставленная, ни одна бомба не попала. 92-летняя жительница города Щелково Людмила Соколова вспоминает первые дни Великой Отечественной войны. Она только отучилась на первом курсе московского гидрометеорологического техникума, сдавала зачеты и экзамены, мечтала уехать в Заполярье. Однако война внесла свои коррективы. Ребята, которые были у нас, сразу ушли в армию, остались одни девчата. Учеба сразу прекратилась. Техникум перешел в военное ведомство и открылись курсы метеонаблюдателей военно-воздушных сил. В декабре 1941 года состоялся первый и единственный выпуск курсов метеонаблюдателей, которые сразу же направили на фронт. Людмила Соколова попала в 1-й воздушную армию в 262-й батальон аэродромного обслуживания, с которым и прошла всю войну. В задачу батальона входило обеспечение полков горючим, боеприпасами, питанием и жильем, но главное – подготовка аэродромов к полетам в любых условиях – днем и ночью. Людмила Борисовна вела наблюдение за погодой, за температурой воздуха, направлением и скоростью ветра, осадками. Шаропилоты пускали, наполняли шары водородом, зажигали и пускали. И теодолит у нас специальный метеорологический. Мы наблюдали, как он, на какой высоте, что показывает, все. Шифровали и давали зашифрованную информацию радисту. Радист на морзянке передавал в центр. На основании этих данных синоптики составляли прогноз, шли к командиру полка летного, летчики уже ждали. Напряженность была большая, даже летчики не выходили из самолетов, это летом. Кухня подъезжала и их кормили. Сильно уставали по несколько вылетов. Для передвижения батальона аэродромного обслуживания выдали специализированный автобус, оборудованный необходимой аппаратурой. Однако в страшных боях под Москвой, в Кубинке, где размещалась военная база Советского Союза и где прославились своими подвигами, в том числе и посмертно тысячи ополченцев, автобусам пришлось пожертвовать и дальше передвигаться на грузовой машине. Когда началось наступление нашей части по Волкаламскому шоссе, вот лес вот так весь как срезанный, подрезанный, это уже январь 42-го, зима была сильная. Поле, насколько по горизонту взгляд охватывает это пространство кругом. Трупы, машины, техника, вязьму, когда бои сильные были, села всожжены, вот село трубы, как тараканы выходят из-под этих труб, а там они землянки были. Население уходило и в лес. Первая воздушная армия поддерживала наступление войск сначала Западного фронта, а потом и Третьего Белорусского фронта на Юхновском, Гжатском, Ржевском направлениях, в битвах за Москву, Смоленск, в Белорусской и Восточно-Прусской наступательных операциях. Непосредственно в боях батальон Людмила Соколовой не участвовал. Они шли за фронтом на расстояние от 5 до 15 километров. Была у нас аэродромная в нашем батальоне, аэродромная группа. Бои идут, они переходят линию фронта, и уже там площадка. Как только это прорвало место, тут уже сообщается, что можно посадить, как какие, то ли это бывший аэродром, то ли они сразу расчищали. Идут бои на окраине, а мы уже вступили и развертываемся к работе. Между Вязьмой и Смоленском батальон попал в окружение. С самолетов в мешках им сбрасывали мороженый хлеб и сухари. В Смоленске они обслуживали французскую истребительную эскадрилью «Нормандия-Неман», которая в марте 43-го была включена в Первую воздушную армию Советского Союза. «Нормандия-Неман» участвовала в Курской битве, белорусской наступательной операции, в боях по разгрому немецких войск в Восточной Пруссии, в освобождении Литвы и воздушных сражениях при форсировании реки Неман. На аэродроме «Основа» под Харьковом батальон Людмила Соколовой обслуживал американские дальние бомбардировщики, прозванные «летающими крепостями». «Летели с Англии, бомбили Германию, садились у нас. Мы опять их воеприпасы, горючие, все такое, обслуживали их технику, и так они летали». После Западной Украины батальон Людмилы Соколовой был направлен сначала в Румынию, затем в Венгрию. 9 мая 1945 года встретили на границе Чехословакии с Австрией. Однако, несмотря на капитуляцию фашистской Германии, их «Боитесь» продолжались еще несколько дней. У нас приемник был, нигде, только у нас все последние известия по всем подразделениям писали. Слух шел, война кончается. А взятие Берлина мы узнали, все, а у нас все еще под Прагой были бои. И вот Жуков из Берлинской операции, танковую часть. И вот танки пришли, и все бои под Прагой закончили. Но это уже было после 9 мая. В июне 1945 года Людмила Борисовна вышла замуж. Еще в Румынии она познакомилась с заместителем начальника отдела авиационной дивизии по комсомолу Алексеем Соколовым. У нас же только приемник был. И мы писали на все подразделения или точки, что передали, как наступление идет, ну, все новости. Он приходил тоже. А потом взял адрес и начал писать. Интереса не имел, думаю, женихов здесь хватит. И не писал. Когда в Чехословакию вошли, опять наша часть обслуживала их дивизию. Приезжала, когда война кончилась, расписались в штабе. С супругом прожили более полувека, вырастили двоих сыновей. После войны Людмила Соколова получила высшее образование. Работала в закрытом отделе Центрального статистического управления Советского Союза. Была награждена Орденом Великой Отечественной войны, медалью за оборону Москвы и медалью Жукова. Удостоена звания отличник соцсоревнования и ветеран труда. Сергей Максимов, Галина Хладцова, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова